Ссылка на заговор отчасти сродни ссылке на неведение, только в этом случае речь ведется не об отсутствии информации, а о целенаправленном злонамеренном ограничении доступа к ней. В целом структура любой теории заговора неизменна и состоит из трех пунктов. Первое – все люди глупцы. Второе – но не совсем все, а есть небольшая горстка умников, сионских мудрецов, астронавтов НАСА, членов теневого мирового правительства и тому подобное, которые с некой своей корыстной целью методично вводят всех прочих в заблуждение. Третье – тем не менее, тот, кто стоит перед вами, разоблачитель заговора еще умнее этих умников и его им одурачить не удастся. Спор с приверженцами ссылки на заговор, как правило, бесплоден. Любые контраргументы объясняются либо вашей несведомленностью, вы один из непосвященных, либо вашей неискренностью, вы один из заговорщиков. Ну, к примеру, я выдвигаю теорию, что города Верхоянск не существует. Вся информация о нем – миф, созданный руководством Якутии для выкачивания дотаций из государства. Частью этой мистификации является идея о морозах, достигающих там отметки минус 67 градусов Цельсия. Цель этого заявления – отбить охоту у представителей федеральных органов приезжать туда с инспекцией. Понимающий человек сразу же скажет вам, что подобных температур не бывает даже в Арктике. Верхоянск же находится на границе умеренного и субарктического климатических поясов. Так что все это в раке. Любые сведения об этом городе, с которым вы встречались, сфабрикованы заговорщиками. Всякий человек, заявляющий, что бывал там, входит в их круг. Если же вы сами скажете, что посещали этот город, вы один из них. Похоже, надменные упрямцы – это самое могущественное мировое тайное сообщество. Его члены повсюду. И никто из них никогда не признает свою к нему принадлежность. Интересно, что многие из жертв советской атеистической пропаганды даже религию воспринимают как разновидность мирового заговора. Они заявляют, что веру в Бога придумали попы, чтобы дурачить легковерных невежд. И их ничуть не смущает, что в число одураченных легковерных невежд какое-то огромное количество неоспоримых авторитетов науки, искусства, медицины, гражданского общества и даже большинства нобелевских лауреатов. Не задаются они вопросом, откуда взялись попы, если не было религии. Самое же удивительное в их позиции – это одновременное сочетание вот этого надменного презрения к наивной простоте святош и панический страх того, что те окажутся умнее и заманят неосторожного собеседника в свои коварные сети. Но кое в чем сторонники теории мирового заговора правы. Непрекращающееся организованное действие зла в мире действительно свидетельствует о неком целенаправленном руководстве, однако руководство – это за пределами человеческих способностей. Прецеденты типа Отергейского скандала показывают, как скоро начинают сыпаться человеческие заговоры, даже если за ними стоит элита общества, чья организация безупречна, а легенда тщательно продумана. Обманывать удается либо множество людей – малое время, либо долгое время, но лишь некоторое количество человек. За мировым заговором зла неизменно стоит враг рода человечкового. Людей же он использует лишь как инструмент. Он играет на наших слабостях – гордыни, страхи, ропоти, зависти, похоти, жестокосердии, гневе, распри. Но сражается он отнюдь не против нас. Мы ему безразличны. Возможно, мы даже ему в некоторой мере нравимся. Его враг – живущий в нас Христос. И наши сердца – это поле этого сражения.